Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава книги притчи, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот, самая большая, вторая часть, мы находимся в ее начале, и в ней, конечно, очень много таких практических изречений, многие из них кажутся нам банальными, некоторые, может быть, нас слегка удивляют. Я не буду подробно комментировать все, потому что есть вещи, которые просто ясны. Неверные весы мерзки Господу, а правильные гири ему угодны. Ну, про честность в торговле, обвешивать, обманывать нехорошо, что-то долго говорить, ну, разве что сказать, что для книги притчи нет мелочей, то есть жизнь человека, она вся перед Богом, в том числе и его торговля. За дерзостью по пятам идет позор, а за смирением следует мудрость. Вот интереснее всего такие стихи, где нету точной параллели. За дерзостью по пятам идет позор, а за смирением слава, хочется сказать, да? Нет, смиренный человек далеко не всегда получает славу, не так ли? Но мудрость, скажем так, гораздо более частый плод смирения, разве нет? Человек, может быть, и не получает известности, но он для себя обретает мудрость. Тоже хорошо. И потом, дерзкий человек, он хочет произвести впечатление, правда? Что такое дерзость, да? Когда человек хочет казаться кем-то, но он получает позор, то есть, наоборот, отрицательное внешнее впечатление. А человек смиренный интересуется внутренним. Да, вот в этом смысле несовпадение очень знаковое. Примодушных ведет их непорочность, а вероломных губит их коварство. Довольно понятный стих, да? И снова обратим внимание, что примодушных оно ведет. То есть, они, может быть, не очень понимают, как и что. Это вечный наш вопрос. Вот как сделать правильный выбор? В жизни столько нужно делать выборов. Вот непорочность подсказывает, а коварство губит. Да, потому что коварство – это не то, что человеку внушают мысль. Это то, что он применяет, чтобы свою мысль реализовать. Не поможет богатство в день гнева, но праведность избавит от смерти. День гнева, видимо, день гнева Господнего – это некоторый окончательный суд над человечеством. И, может быть, это проявление какого-то катаклизма, землетрясения, войны. Но, в принципе, это последний суд. Вот богатство на нем бесполезно. Довольно банальная мысль. Когда-то она должна была прозвучать, и ее нужно было миллион раз повторить, прежде чем она стала банальной. Праведность и непорочность ведут прямой дорогой. А нечестивец, хочется сказать, кривой дорогой идет, но это же очевидно, а нечестивец падет от своего злодейства. Вот еще раз противопоставляется прямота, которая ведет к цели, и вот это вот великий комбинатор был такой, литературный персонаж, который все время комбинирует, но в результате оно его и губит. Праведность спасает прямодушных, а вероломные в силках своих желаний. Про праведность все понятно. Смотрите, в силках своих желаний, то есть, когда человек чего-то очень хочет, и оно его держит, как капкан, не пускает. Он вот все время в этом, да? И, конечно, как капкан его это губит. Вместе с нечестивцем умрет его надежда. Ожидания людей недобрых сгинут. Что будет после нас? Вопрос, которым мы часто задаемся, не только в плане посмертной судьбы человека, но вот что-то мы делаем в этом мире, надеемся, что наши потомки, наши продолжатели этим воспользуются. Все сгинет. Праведник избежит беды, а попадет в нее нечестивец. Иногда вот хочется сказать автору, ох, если бы так было всегда, да? Ну, книга Ивова нам прекрасно служит таким возражением на книгу притчи. Нет, не всегда. Но давайте вот с правилами познакомимся, а исключения в книге Ивова будут потом. «Уста безбожника погубят ближнего, а праведных избавят познание». Опять-таки, уста и познание противопоставляются. То, что безбожник торопится что-то сказать, а праведный не торопится, а не познают. Вот человек, который очень быстро говорит и ляпает первое, что придет в голову, это не праведник, даже если он формально какие-то правильные вещи говорит. «Хорошо праведнику и радуется город, погибли нечестивцы, ликуют. Людям вообще больше свойственно ликовать при каких-то бедах, там какой-нибудь тиран свергнут и все ликуют. А когда просто хорошо праведнику, ну, город радуется, но не настолько сильно. Благословениями честных возводится город и рушится речами нечестивцев». Казалось бы, что такое слово человеческое? Оно весит не так много. А все-таки благословения возводят город, а речи нечестивцев его рушат. Ну, потому что город – это не просто количество некоторых зданий, дорог, там, общественных сооружений. Это общество, это некоторые общины людей. И вот речи нечестивцев – это то, что способно в обществе вызвать разлад, то, что способно обществу привести к деградации. Глупец бесчестит ближнего, а кто понимает – промолчит. Ну, классическая ситуация. Каждого есть за что обесчестить, правда? Ну, каждый за собой знает какие-то неприглядные стороны жизни. Грехи, дурные поступки, слабости. А кто понимает – промолчит. Потому что он видит не мозаику, вот человек, а этот там пьет, этот там, что-то делает, а он видит человека целостного. Он понимает его как личности, поэтому не торопится с судом. Сплетник раскрывает чужие секреты, а верный человек и словом не обмолвится. Тоже такая житейская зарисовка. Без наставления народ погибнет, а если советников достаточно – спасется. Вот смотрите, в притчах, казалось бы, нет ничего о политике, в смысле там, какая должна быть форма правления. О хорошем царе есть, о плохом тоже, но в основном о хорошем. Но смотрите, советников должно быть достаточно решения, должны приниматься коллегиально, с выслушиванием разных точек зрения. Иначе есть риск что-то очень важное упустить. Да, в пороку за чужого не минуешь беды, но кто не спешит ручаться, избежит ее. Еще раз, это же самая тема, когда человек дает обязательство заплатить долг другого, если тот не справится. Вот не ручайся за чужого, ты за себя-то не всегда можешь поручиться, не знаешь, что выкинешь. А уж про чужого человека тем более это загадка. Женщина кроткая, милая, обретает славу, а властители стяжают богатство. Казалось бы, вообще не связано в огороде Бузина, в Киеве дядька. Но смотрите, женщина кроткая, милая, обретает славу, это как бы ее свойство, но и желанное ей качество, да? Такое естественное следствие. И властители тоже хотят приобрести богатство, это же естественное следствие. Но здесь получается, что кроткая женщина, она делает более верный вывод, чем властители, желающие денег побольше. Добродетельный приносит себе пользу, а жестокий на себя же навлекает беду. Вот вечные споры, почему Бог наказывает ему, что доставляет удовольствие видеть, как мучаются грешники. Да нет, человек сам себе либо помогает, либо вредит своими поступками и словами, иногда даже мыслями. Награда злодея обманчива, а тому, кто сеет правду, наградой истины. Вот мы все что-то хотим получить, правда? Какую-то награду за то, что мы делаем. И награда злодея обманчива, он формально что-то получил, там Иуда 30 серебряников, но они ему не очень-то и помогли, да? А вот истина – это что-то такое, что, может быть, нельзя измерить в граммах, или там монетах, или каких-то еще физических единицах, но оно зато не проходит. Праведность – это жизнь, а кто гонится за злом, стремится к смерти. Банально, не будем комментировать. Мирские господы – люди криводушные, угодны те, чей путь не поручен. Тоже банальность, но тоже надо иногда повторять. Будь уверен, злодею не оправдаться, но род праведных спасется. Тоже интересно, злодей и род праведных. То есть, тем самым нам автор как бы подсказывает, да, бывает так, что праведник гибнет, но его род спасется. Имеется ли в виду физическая семья, вот его дети, внуки, правнуки и так далее. Или, может быть, род праведников – это некоторое такое понятие, вот коллективное, нравственное, духовное, да, то есть это люди, которые определенным образом себя ведут. Может быть, мы не знаем. Важно, что именно как род они останутся, хотя кто-то там может и погибнуть, так же, как и злодей. Что золотое кольцо в свином рыле, то и краса женщины безрассудной. Свиняя – это еще и нечистое животное, поэтому украшать его золотым кольцом совсем как-то глупо. И красота, если за ней не стоит мудрость и какая-то вот добродетель женщины. Ну да, ценность, кольцо – это ценная вещь, но кто же его в свиной рыло-то будет вставлять. Чая неправедных обернутся добром, а надежды нечестивых – гневом Божьим. Даже не только действия, даже не только слова, но сами устремления, чего человек хочет, могут навлечь гнев или, наоборот, принести добро. Потому что целеполагание – это первое, что делает человек, потом уже он трудится или что-то еще делает. Один раздает, у него прибавляется, а другой жадничает и беднеет. Вот тема хозяйственная. Смотрите, другого поручаться не надо, это опасно, а самому нужно быть щедрым, хотя, казалось бы, это тоже неразумно. Тоже ты все раздаешь, а где же твои интересы? Будет и у тебя в достатке. Кто щедр, тот будет в достатке, кто дал другому напиться, не будет жаждать. Щедрость – это то, что дает тебе кредит доверия, и потом ты этим кредитом воспользуешься, когда тебе потребуется. Кто припрячет зерно, того проклянут, но благословен будет продающий. Это торговая спекуляция имеется в виду. Ну вот не урожай, зерно вздорожало, у кого-то есть зерно, но он его прячет, чтобы цена еще больше выросла. Спекуляции на бирже. Вот тот, кто честно торгует, не скажем даже раздает, но честно продает, тот будет благословен. Кто ищет добра, найдет благоволение, а кто стремится к злу, на себя его накличет. Вот человек чего-то хочет, добра или зла, и он для себя этого хочет, в первую очередь. Кто полагается на свое богатство, падет, а праведники будут, как зеленеющее дерево. Вот противопоставление многократное в очень разных образах богатства и праведности. Что является лучшим капиталом? Кто на свой дом навлекает беду, тому удел ветер, и станет глупец слугой мудрому. Ну, кто же это на свой дом навлекает беду? Разве есть такие люди, которые проклинают свой дом? Нет, ну в запальчивости можно, конечно, ляпнуть. Наверное, вот те самые, о ком говорится выше, да, те, кто желают зла, стремятся зла, кто нечестивый, на что-то надеются, они навлекают беду, и в результате их уделом станет ветер пустота, и станет глупец слугой мудрому. То есть в какой-то момент они будут подчинены, им придется покориться мудрым людям. От плода праведности вырастает древо жизни, и мудрец покоряет сердца людей. Смотрите, какой красивый образ древа жизни. Откуда оно берется? От плода праведности. И мудрец покоряет сердца. То есть, может быть, глупец и нечестивец стремятся к контролю над людьми, но вот в мудреце, в праведнике видна какая-то глубинная красота, которая действительно привлекает на его сторону людей. Если праведнику на земле воздастся, то нечестивцу грешнику и подавно. Да, такой оптимизм зачастую неоправданный, но вот на этом заканчивается 11 глава. Продолжение следует...